Сегодня мы на выставке туристической на углометро Лево-Бережное Здесь много павильонов, представленных за рубежью А также вот здесь павильоны представлены Украине И в том числе, вот видите, Тернопольщина На Тернопольщине мы здесь увидели очень интересную этногалерею Спадок семьи Демкур И очень интересно спросить на выставке Расскажите, а что это за такая интересная этногалерея? Вы сказали, что здесь настоящие оригинальные вещи Которым больше ста лет Это просто удивительно, неужели это правда? На самом деле это так Эдногалерея Спадок из приватной коллекции родины Демкур Это ее сбор, это ее величезная коллекция автентичных и жидковых врачей украинцев Больше 5000 элементов, основу которых складывают автентичные строи украинские, все Украины Это и глини, это и жиночные прикрасы, это и коллекция крылевецких хрюшников, это и козацкие икони То есть все те, что надбано многим столетиями наших украинцев, складывают основу их коллекции Будучи на Тернополе, основой этой коллекции, основным таким героем, это и борщевская черновишита бавняна сорочка Иначе еще и называют черновая сорочка, або черновая вишевка На превеликий жаль, техника вишевания на сегодня втрачена, потому что нема неток, нема домотканого конопляного полотна А для нас на Тернопольщине эти сорочки коллекционируются, коллекционируются семьями, родинами, тобто залишаются в семьях, родинах Коллекционируются известными коллекционерами, такими как Тарас Ирина Демкура, больше 20 лет они собираются с твоей Віра Матковская, известная коллекционерка, наша заходнячка, это Роксоляна Шемчуку в Львове, мы також товаришуем Сама коллекция, сама черновишита бавняна сорочка, сейчас принимается в питание, чтобы она набрала статусу спадщины, защитовец, как спадщина ЮНЕСКО, потому что это действительно уникальная вещь И всем этим вещам, вишитым строям, все они тут такие национальные приставки, чудовие в международном салоне А как же ее так можно сохранить? Они у вас выглядят как будто сделаны только что? Такие аккуратненькие, чистенькие Правда, слава до цих речей прийшла совсем недавно, років 10-15 До того часу вони зберегалися в скринях наших бабусь І дуже багато сорочок вишитих пішли в могилу разом з своїми власниками Тому що це для українця, для жінки особливо, для бабусі старенького, для дідуся Було дуже почесно поковатися в тій сорочці, яка була вишита Ну ви знаєте, що сорочка, яка вишивається, вишивається і дарується вона Проджує людину все життя Щоб вишити таку сорочку треба дуже багато часу, дуже великі уміння Я не буду говорити про технічні деталі, а люди їх дуже берегли Що стосується того, як вони зберегаються, уважко зберегаються Вони насправді не такі веселі, просто їм зовнішні виду надають кольірність Усі чорні кольори, природні барвники, вони красились стільки природними барвниками Це була гусина, це була вільха, це був чорний колор Насправді ося нитка баблена, сіра, на все перекрашилась, на оздобкулась Оце створює оцю свідчість, яку роблять навесно А там думать, треба відноситься дуже аккуратно Дуже дякуємо, дуже дякуємо Всех приглашаємо по возможності на Тернопільщину На Одногалерею Спадок родини Демкур Удачі вам, щас покажу даже адресок і телефони